Это Вести без Киселева, наш совместный проект реальной журналистики и канала Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Рано радуешься, пропагандист Киселев, решивший на прошлой неделе провести собственное расследование в отношении отравления Алексея Навального, сам стал жертвой. Его мозг и совесть парализовала умственно отравляющее вещество «Дурачок». Об этом стало известно благодаря выходу в эфир федерального канала сюжета о разоблачении Навального. Вообще я приглашал сюда с собой жену, но она отказалась. Говорит, что брезгует. Говорит, что брезгует? Это же надо так взять и дискредитировать собственную персону. Вы хоть понимаете, Дмитрий, что вы сейчас с экрана федерального канала сказали, что вместе со своей женой брезгуете к России? Но оно и понятно. Номер в Томской гостинице – это же не квартира в легендах цветного за 162 миллиона рублей. Квартира на Цветном бульваре. Той самой, которая стоит 160 миллионов рублей. Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Если вы планируете считать какие-то деньги мои, то... Так мы не считаем. Мы смотрим на факты и их же анализируем. На этой неделе стало известно, во сколько денежных знаков оценивается патриотизм в России. Вы, Дмитрий, на пропагандистском телевизионном Олимпе самое слабое звено. Ведь в результате конвертации вашей гнусной лжи в большие деньги вы получили гораздо меньше, чем коллеги по цеху. Но раз в 10 больше высококлассного врача-хирурга, спасающего жизни людей. И это вы считаете справедливо? А за те 100 миллионов, что получает пропагандист Шенин, он готов стать и вторым Геббельсом? И это все, между прочим, оплачиваем мы с вами. И этих людей, которые брезгуют Россией, и эти провокации, которые ведут Россию в пропасть. Кстати, Дмитрий Киселев после вашего визита в Томский Ксандр, туда наведался и Роспотребнадзор. Осуществив внеплановую проверку гостиницы, в ней было выявлено 13 нарушений, связанных с несоблюдением санитарных норм и правил. А на руках повара ресторана найдена кишечная палочка. Так что на вашем месте я бы не веселилась. Да, новичка вы там не нашли, но это просто потому, что, вероятнее всего, фигура вы не столь важная, чтобы травить вас новичком. Зато вполне вероятно, что с собой в Москву вы привезли то, что сегодня фигурирует в отчетах Генеральной прокуратуры. Так что берегите себя и свою жену. Интенсивная утечка серого вещества сыграла с главным героем белорусских мемов злую шутку. Великобритания и Канада вели санкции против восьми представителей режима, куда вошел сам Александр Лукашенко, его сын Виктор и еще шесть членов правительства Белоруссии. А вот будут знать, как фальсифицировать выборы и как нарушать права человека. Ведь давайте будем честны друг с другом. Лукашенко к такому повороту событий был не готов. И до последнего верил, что цирк уедет, а он останется. Но что-то пошло не так. И первые ограничения не заставили себя ждать. Теперь персонам Нонграда запрещено въезжать в Канаду и Соединенное Королевство, а имеющиеся у них активы будут заморожены. Помимо введенных санкций, Великобритания удвоила и финансовую помощь правозащитникам, независимым СМИ и общественным группам Белоруссии, которая в течение следующих двух лет составит полтора миллиона фунтов стерлингов. А я напомню, что чуть ранее, в июле 2020 года, министр иностранных дел Великобритании объявил о введении санкций в отношении 49 лиц и организаций ответственной за наиболее значимые случаи нарушения прав человека. Среди них были 25 граждан России, причастных к смерти Сергея Магницкого. Не ровен час количество российских политических изгоев пополнится новыми именами. Это станет возможным, если власти не возьмутся за ум и, наконец, уже не начнут расследование факта отравления Алексея Навального. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Да-да-да-да-да, это какое-то неправильное правительство и принимает оно какие-то неправильные решения, а точнее невзвешенные. А иначе как назвать тот факт, что дефицит бюджета на 2021 год, составляющий почти 3 триллиона рублей, власти намерены компенсировать сокращением расходов на медицину и на программы поддержки семей с детьми. Также с урезанным бюджетом в 2021 год войдет культура и спорт. Начало положено, господа. Садитесь потреблять. Надеюсь, не надо объяснять, что и дистанционное обучение, и сокращение расходов на спорт и культуру – это звенья одной цепи, той самой, на которой нас с вами держат господин Греф, господин Чубайс и Ижи с ними. Один говорит, что бесплатным образование должно быть только первые три года, второй поддерживает его и утверждает, что тупым населением управлять гораздо проще. А ведь в фонде национального благосостояния деньги есть, но, как говорится, не про вашу честь. И ладно бы, друзья, перераспределение пошло бы на какие-то другие полезные нужды, но как вы думаете, куда пошел первый денежный транш? А я вам скажу – на силовиков. Армия и Росгвардия сожрут порядка 6 триллионов рублей, а это почти 30% федеральной казны. В последующие два года силовые расходы будут только расти. И в связи с обострившейся в России обстановкой это вполне ожидаемо. Должен же кто-то охранять нас. Вернее, от нас. Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты. Растет и количество жертв. Совет Безопасности ООН призывает к незамедлительному прекращению огня. Сесть за стол переговоров предлагает и Сергей Лавров, и Александр Лукашемба. Но, похоже, это не желает ни одна из сторон. Ни Армения, ни Азербайджан, ни Россия. Да-да-да, вы не ослышались. Именно такая версия сейчас занимает топовые строчки причин вооруженного конфликта. То есть мы с вами думаем, что причиной вооруженного конфликта является Нагорный Карабах. По крайней мере, я так думала. А оно оказывается все совсем не так. По крайней мере, повторюсь, существует такая версия. Наблюдатели обратили внимание, что военные действия в основном ведутся вовсе не рядом со спариваемой территорией, а где-то на севере границ Азербайджана и Армении. А при чем тут это, спросите вы? А я вам отвечу. Именно на севере проходит газопровод, по которому Азербайджан поставляет газ в Турцию. Догадались, о чем речь? Помните наше недавнее прошлое, когда Россия гордо верхом сидела на своих газопроводах, поставляя 33% газа на турецкий рынок? А помните, как и почему нефтяная корона сначала слетела на бок, а потом и вовсе перестала держаться на голове российского олигархата? Так, конечно, вмешался Азербайджан, выделив России менее 10% доли газового экспорта. Россия столько сил и денег вбухала в строительство турецкого и голубого потока, а потоки в Турцию потекли не из России. Вот владелец пустых трупов решил устранить конкурента, а замаскировать все это под старый затяжной конфликт. А ведь страдают ни в чем не повинные люди. Но эта война гораздо страшнее, она не народная, она политическая. И речь здесь идет о намеренном разжигании конфликта. Россия всеми силами пытается посадить на свою энергоносительную иглу все крупные страны мира. Запад откусывается как может, вводит санкции, не дает ход строительству, не допускает зависимости крупных игроков от российских энергоносителей. Россия продолжает строить газопроводы и провоцировать конфликты на чужих энергомагистралях. Запад потирает руки, дает возможность России обнулить свой кошелек, потратиться на строительство, но при этом заведомо припася план по обеспечению альтернативных поставок, то есть по факту опустошить носителей и сделать их невостребованными. Что мы сейчас и наблюдаем в Азербайджане. Друзья, а вы как считаете, имеет ли право жить такая версия причин вооруженного конфликта? Верите ли вы, что воюют сейчас за Нагорный Карабах? А может быть среди наших подписчиков есть представители той или иной стороны? Вы скажите свое мнение, чтобы мы могли анализировать факты. Нам интересно мнение каждого. Еще на этой неделе на три года продлили заморозку накопительной части пенсии. В центре Екатеринбурга закатали брусчатку в асфальт за полмиллиарда рублей, нашли поступившие в Россию иностранные утюги с прослушкой, похоронили целый город, установив в нем могильные гранитные скамейки и вазоны, а также за неуплату штрафа в 100 рублей россиянина отправили под суд, который приговорил расхитителя бюджетных гробниц к 12 суткам административного ареста. Где логика, друзья? Должен 100 рублей, а потратит на него около 2000. Ведь не секрет, что содержание одного заключенного обходится государству примерно в 5000 рублей в месяц. Хотя, удивлена ли я? Я уже начинаю привыкать к тому, что у пенсионеров забирают накопления, чтобы на эти деньги разгонять их же внуков. Что в России отбирают деньги у бедных и раздают богатым. И что только Россия может позволить себе иметь настоящего породистого рыжего американского щенка. Вот такой была эта неделя. Спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал Ермак Медиа, выражайте симпатии. Оставляйте комментарии. Всех люблю. Пока-пока.